Особенно тщательно проверять Александр Ткачев потребовал сферы, с которыми кубанцы в жизни сталкиваются чаще всего. Это жилищно-коммунальное хозяйство и так называемая социалка. Конечно, коррупция опасна тем, что может ввести на нет все наши начинания, усилия, прежде всего по социально-экономическому развитию региона, по улучшению его имиджа на международном уровне. Только в прошлом году было зафиксировано более 500 коррупционных преступлений, из них 112 в отношении представителей органов исполнительной власти и муниципальных образований. Все это серьезная работа, которую мы постоянно ведем совместно с правительными органами, органами прокуратуры. Однако считаю, что в нынешних непростых условиях самую активную позицию по борьбе с коррупцией должна занять исполнительная власть. Причем работать нужно системно и предельно жестко. Структура будет выполнять не только прямые антикоррупционные обязанности, но и выявлять случаи конфликта интересов. То есть, когда личная заинтересованность работников администрации становится для них выше служебных обязанностей и может повлиять на принятие решений. По обращениям правоохранительных органов, по обращениям СМИ будет проводиться проверка и потом докладываться. Также будет управление заниматься проверкой расходов, которые будут декларироваться определенными категориями сотрудников. И другим направлением нашей деятельности будет также являться выявление конфликта интересов не только в органах исполнительной власти, но и в органах местного самоуправления. Этого требует от нас губернатор. На совещании глава региона посоветовал руководителям администрации на местах подумать о создании аналогичных структур у себя в районах и городах. И напомнил, что за факты коррупции своих подчиненных главы понесут персональную ответственность. Я обращаюсь к главам муниципалитетов, к руководителям отраслевых ведомств администрации Краснодарского края. Успехи в борьбе с коррупцией теперь станут еще одним критерием, по которому будет оцениваться ваша профпригодность. Потом не ходите, не плачьтесь, не жалуйтесь, потом не говорите на какие-то объективные, субъективные причины. Потом уже будет поздно. Вы все должны понимать, непрекрасновенных у нас нет. Каждый доказанный случай коррупции или злоботребления полномочиями будет неминуемо наказан. И это касается всех уровней власти. Губернатор попросил всех министров, руководителей ведомств, глав районов заострить внимание на тех сферах, которые по опросам кубанцы считают самыми коррумпированными. Это оказание услуг в области градостроительства, архитектуры, госзакупок, имущественных отношений, а также здравоохранения и образования. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.